Дота 2 Дота 2 В моменты, когда выходишь на сцену, представляешь свою страну, ты получаешь награду. Столько удовольствия и гордости, сколько нигде не получишь. Я никогда не жалел, что занимаюсь именно этим. Больше всего в жизни я горжусь тем, что играю. Таких людей называют геймерами, но для меня это нечто другое. Один из способов забыть о боли, это погрузиться во что-нибудь с головой. И это? Компьютерные игры. Для меня они были всем. Это моя карьера, я сам избрал такой путь. Думаю, успех определяется тем, как люди видят тебя. Мнение зрителя – это самое главное. Важно заниматься тем, что ты любишь и действительно ценишь. Потому что это твоя страсть. А ради нее стоит потрудиться. Ладно, ребята, у вас 7 минут, чтобы все подготовить. А потом начинаем. Впервые я действительно захотел взяться за что-то всерьез и сделать что-нибудь хорошее для своей жизни. 10 лет назад киберспорт не существовал как таковой. Все играли против друзей чисто ради веселья. Возможно, играли даже на чашку кофе или что-нибудь эрекое. Когда я начал играть, мы сражались за 24 бутылки пива. Я не шучу. А потом появился интернет. И внезапно ты пытался стать уже не просто лучшим в своем дворе. Теперь ты пытаешься стать лучшим в мире. Так соревновательные игры и вышли на абсолютно новый уровень. И одной из игр первопроходцев стала Дота. Дота — это такая смесь футбола, не американского, и шахмат. Примерно так бы я описал Доту тому, кто с ней не знаком. Во всяком случае, я так описываю своим родителям. Самое главное в Доте — это инерция. Ваша команда из пяти человек сражается с пяти вражескими игроками ради достижения этой инерции. Каждый игрок управляет одним персонажем. И основная цель игры — разрушить главное вражеское строение, которое называется «Крепость». Все, что происходит до этого момента, — это и есть самая замечательная игра. Можно выбрать любого из ста героев в комбинации с 99-ми другими. Возможности просто безграничны, и это очень увлекательно. И знаете, карта никак не меняется, но она буквально никогда не надоедает. Я бы сказал, что Дота — это стиль жизни. Когда начали появляться первые награды, я подумал, что ж, теперь есть турниры. Кто-то посчитает, что это отличная игра, что она того стоит, что в нее стоит вложиться. И с каждым годом все шло только вперед. Лучшие игроки мысленно производят множество вычислений. Они, будто главный герой игр разума, могут предсказывать всевозможные штуки. И, используя всю эту информацию, делают свой следующий ход. Мне кажется, что все это во многом похоже на футбол. Та же игра, 5 на 5, в которой вам нужно работать в команде и взаимно использовать лучшие качества друг друга. Командная работа, доверие, самопожертвование — это те вещи, которые есть в каждом командном виде спорта. Дота — это игра, способная объединять. Неважно, из какой ты страны или какой-то национальности. Между игроками есть какая-то связь. И когда ты становишься частью этой тесной, связанной группы людей, они становятся тебе второй семьей. От этого невозможно отказаться. Каждый ищет в игре что-то свое. Самореализацию, славу, удовлетворение. Игра дает возможность стать кем-то другим. Кем-то могучим. Кем-то, кто может сразить пятерых врагов. В игре можно творить, безнаказанно нарушать правила. У каждого есть такие потребности. Игрок может об этом даже не догадываться. Он сам может даже не понимать этого. Но они есть. Игры удовлетворяют мою жажду состязаний. Я очень люблю соревноваться. И могу с уверенностью назвать игры одним из видов спорта. Так что я использую свою жажду. А дота ее подпитывает. Она полностью утоляет мое желание. Фир один из лучших в Америке, если не самый лучший. Он весьма опытен. Старая гвардия, проще говоря. И он умеет держать себя в руках. В этом, я считаю, заключается его сила. Он очень хороший баскетболист. Я помню, как мои тренеры смотрели на его игру и только говорили о том, что в следующем году его нужно взять в команду. О нем всегда хорошо отзывались, но в команду так и не взяли. Пожалуй, он нашел подходящую игру. Он всерьез посвятился Леей. И начал заниматься тем, что у него получалось. Я была самой обычной мамой. Клинтон, ты слишком много играешь в компьютер. Тебе нужно ходить в школу. Тебе нужно поступить в институт. А он отвечал, я хочу уметь играть в игры так, чтобы получать за это деньги. Но он сказал это, будучи еще ребенком, когда доты и в помине не было. Я подумала, что, наверное, он подрастет и образумится, что ему просто надоест сидеть перед компьютером, играя дни напролет. Но этого не произошло. Вообще. В Сингапуре семьи всегда оказывают на детей большое давление, если дело касается образования. Мне было очень непросто разрываться между учебой и игрой. За последние два года мои оценки уже стали хуже. И мои родители считают, что это из-за игр. Я это понял по фразе, которую они когда-то сказали. Игры сведут тебя в могилу. Он великолепный игрок и отличный капитан. Я бы сказал, что он лучший игрок в Сингапуре. Безусловно. Мои родители и семья, они почти не говорят о моей игровой карьере. Они не рассказывают друзьям и родственникам, насколько хорошо я играю. Все это время они хвастались лишь моими успехами в учебе, ведь я был круглым отличником. Они продолжали без конца, и... Мне казалось, что учеба — единственный мой способ заставить их гордиться мной. На самом деле был только один человек, который постоянно поддерживал мое увлечение. Это была моя бывшая девушка Хуайян. Она играет в женской команде по доте из Сингапура. У нас много общего. Очень много. В моей ситуации очень приятно, ну, иметь кого-то, кто может по-настоящему оценить то, что ты умеешь лучше всего, и любит тебя за это. Она знала, что я делаю и чем я увлечен. Это она предложила расстаться, и я уважаю ее решение. Мы были вместе почти три года, и даже до сих пор я не оправился от расставания. Помню, во время нашего последнего разговора она назвала меня ублюдком. Мы больше не общаемся, но жизнь продолжается. Я из Украины, мой ник Дэнди. Я закончил университет, и сейчас я просто играю в компьютерные игры. Он занимался музыкой, он играл на фортепиано. Он занимался танцами. В школе мы ставили музыкальные сказки, где он исполнял главные роли. Зрители всегда восхищались его артистичностью. Их детская группа выступала, Данила очень выделялась. Когда мы еще были детьми, у нашей семьи были проблемы с деньгами. Но благодаря бабушке в 97-м году у нас появился наш первый компьютер. Раньше, чем у других детей в Украине. У нас постоянно были гости. Друзья моего старшего брата часто приходили к нам. И мы играли. Данил каждый раз смотрел, что мы делаем. Каждый раз, когда мы пытались прогнать его, он возвращался и смотрел снова. Это было все в большей степени, чем у моих детей. На протяжении всей его сознательной жизни мы пытались помешать ему играть. Где мы только не прятали кабель от компьютера. Но он всегда находил его. Мне всегда хотелось его больше понять. Даже его вот то увлечение. Мне хотелось больше понять. И были на то причины. Я не буду о них сейчас говорить. Но думаю, где-то в душе он, наверное, немножко жалеет, что он... Она перестала мешать играть ему в доту. Она дала Денде свободу выбирать. Что лучше для него и для его жизни. Тогда на турнирах не было никаких больших призов. И большая часть призовых денег даже не доходила до игроков. Менеджеры много обманывали своей командой. Ну и все такое. Ходили слухи, что победитель получит 50 тысяч долларов. Но все отвечали на это. Да нет, такого не будет. На форумах просто сходят с ума. Слухи подтвердились. Теперь это не остановить. Призовой фонд в 1 миллион 600 тысяч долларов. Победитель же получит 1 миллион долларов за победу в доте. Дота – игра, в которую я играл на протяжении пяти лет. В которую я играл для развлечения. Лишь ради пропитания и прочего, понимаете? Все принимает по-настоящему грандиозный размах. На данный момент это крупнейший призовой фонд в киберспорте. Казалось, что это начало чего-то большего, словно это революция. Знаете, у нас было все, что требовалось, чтобы игра стала знаменитой и уважаемой киберспортивной дисциплиной. Это как будто оправдывало нас. Мы играли не просто потому, что были зависимы. Была цель, мотивация. Цель, достижимая при должных стараниях. В Азии к профессиональным игрокам относятся как к рок-звездам. Там на этом можно сделать карьеру. Игроки живут в специальных домах для тренировок и готовятся к соревнованиям круглый год. Думаю, для них тренировки это то же, что для нас обыкновенная работа. Число фанатов огромное. Возможно, их столько же, сколько зрителей из всех западных стран. Или даже больше. Так что теперь нужно играть действительно хорошо. Нужно очень упорно трудиться. Только первое место. Все или ничего. Хорошим командам хорошие деньги. Но те, кто займут с 9 по 16 место, не получат ничего. Их зарплаты не заслуживают внимания. Спортсменам платят, чтобы им было на что жить. Одна из главных сложностей для профессиональных игроков — это жизнь от игры до игры. Жить так очень тяжело. Независимо от вашей профессии. Если ваш ребенок хочет быть профессиональным игроком, вам не на чем строить ожидания, в отличие от других видов спорта. Я не знаю никого, кто заработал на жизнь играя. Довольно страшно видеть, как твой ребенок вкладывает всю свою жизнь в игру. А не в учебу или другие обыденные занятия. А что, если ничего не получится? Что касается возраста, то, думаю, да. 25-26 лет — это максимум для киберспорта. Потому что в 27, 28, 29, 30 лет ваша реакция ухудшается. И рука не успевает совершать столько действий, сколько успевают дети. Сейчас у меня множество финансовых обязательств. И мне нужно или быть успешным в чем-то, или найти работу. Так что успех для меня жизненно важен, если я хочу продолжить карьеру игрока. Он отличник, понимаете? Все эти игры его испортили. Меня это сильно огорчает. Тетушка у нас главный плохиш. Эта тетушка раз за разом приходит сюда и начинает ворчать, пилить, докучать. Ведь я права, игроком быть сложно. Я права? Я говорю, игроком быть нелегко. Ну как, ты уже мультимиллионер? Заработал на играх, да? Прости, но нет. Так что, что ты думаешь? Какой у тебя план? Это куда важнее. Ну, мы же высказываемся. Мы высказываем наше личное мнение. Теперь это твой выбор. Чего ты хочешь от этой жизни? Вот что важнее. Если я одержу победу в этом турнире, то первым делом я позвоню своей бывшей. Мы рассорились, но сейчас, если я одержу победу в этом турнире, то первым делом я... Да, я позвоню ей. Я бы рассказал ей об этом, и я бы хотел поделиться с ней этим моментом. Вот. Этот турнир станет важным моментом в жизни каждого игрока. То, к чему ты стремился все это время, решится за одну неделю. А потом еще меньше. Останется одна игра. А потом и того меньше. Всего один момент игры. И этот момент игры решающий. Но каким он будет? Получишь ли ты награду? Или ты будешь разочарован, как никогда раньше? Сегодня вторник. Остался один день. Мы уже много чего сделали. Здесь у нас стоят компьютеры. В целом места для игроков почти завершены. По пять игроков с каждой стороны. Они могут видеть друг друга через стекло, но не могут слышать друг друга. Тут полная звукоизоляция. Плюс все здесь выглядит так, что вид сверху напоминает карту в доте. У нас тут центр. Здесь все и произойдет. Несколько команд уже прибыло этим утром. Многие из них из Сингапура. Еще есть из Китая, на подходе Малайзия и Россия. И завтра все наконец-то начнется. Мы в прямом эфире с Game.com 2011 из прекрасного города Кёльна. Сегодня первый день мероприятия. Здесь собрались одни из лучших команд по игре в доту. Они сразятся за приз в миллионы 600 тысяч долларов. Они выиграют миллионы 600 тысяч долларов. Вот оно, будущее игр. Просто потрясно. Впервые команды такого калибра соберутся в одном месте. Эти ребята не какие-то случайные люди. Они лучшие в мире. Здесь много разных команд. В некоторых есть игроки, чьи способности непостижимы. Есть те, где дела обстоят иначе. По отдельности игроки хороши, но не идеальны. Но они выигрывают благодаря хорошей стратегии командной игре. Фьюр, например, он прекрасный игрок, но ему не сравнится с хорошими игроками из Азии. Я ничего против него не имею, ведь он и вправду отличный игрок. Но он не играет, как они. В Азии к игрокам относятся куда более серьезно. Вот вам один пример. Корейская футбольная команда участвовала в чемпионате мира. Чтобы мотивировать корейских футболистов играть лучше, им устроили встречу с профессионалами игры StarCraft Blood War прямо в раздевалке перед выходом на поле, чтобы футболисты могли увидеть своих героев. Дота для китайцев — это то же самое, что StarCraft для корейцев. Ее показывают по телевизору. Девушки хотят, чтобы их парни играли в доту. Когда они отдыхают после игры, к ним подбегают фанаты и просят подписать их футболки. Все как в серьезном спорте. В третий раз, когда я был в Китае, я тусовался с фанатами два дня, они сняли про меня видео, где я иду в горах, а затем произношу пару фраз и все такое. И я такой говорю, в доте всегда найдется новая вершина для покорения. Ну, всякое в таком духе, ага. Я ходил по лестнице вверх и вниз, потом начал бегать, поднимать штангу, только чтобы метафорически сравнить это с дотой. Фу, Джоу, я иду! В Китае киберспорт уже признан. Главным управлением Китая по спорту. Он наравне с теннисом, пинг-понгом, шахматами. Разве что его еще не сделали олимпийским. Скажу прямо, все китайские команды хороши. Каждый игрок команды силен. Китайскую команду нельзя разделять на отдельных игроков. Нужно смотреть на всех вместе и бояться всю команду сразу. Китайские команды, прибывшие на это состязание, пугают остальных до дрожи в коленях. В нашей группе были две лучшие китайские команды. Никто не считал онлайн-киндом претендентами на победу. Честно говоря, им пророчили место в последней четверке, ну или в восьмерке. Мы впервые играем рядом друг с другом. Команде всего 4-5 месяцев. Так что она относительно молода. А Пайкат наш новобранец, исполняющий важную роль. В нашей команде всего 3 недель. Нас пугала перспектива сражений с китайскими командами. Особенно с лучшими из них. Некоторые игроки в силу своего возраста могут не выдержать такое давление. 14.37. Он впервые играет на Лан. Это не так просто. Ведь турнир с главным призом в миллион долларов впервые на Лан. Это сцена, это призовой фонд, это престиж. Это настоящее соревнование. Мы старались держать себя в руках и просто вели свою игру. Мы были ужасно возбуждены. Никто не ожидал от нас настолько хорошей игры. Мы сами не могли в это поверить. Online Kingdom набирает превосходство. После матча против Тай Лукси были очень взволнованы. Просто мы только что одержали победу над одним из фаворитов. Мы думали примерно так. О, а знаете, у нас ведь все может получиться. Победы над китайскими командами дали людям повод для шуток, и они говорили... О, смотрите, это же ОК Нирвана Интернешнл. Настоящая гроза китайцев. ОК Нирвана Интернешнл сумели преодолеть две китайские команды подряд. Тай Лу и ОК Нирвана Сиэн. Они сейчас в ударе. Оказывается, китайские команды не такие уж и непобедимые. Но, с другой стороны, это лишь доказывает, что Ихоум является сильнейшей из четырех китайских команд, имея на счету три победы из трех. Они являются фаворитами этого турнира. В них чувствуется уверенность, ведь они получили уже не один чемпионский титул. В такие моменты на кону всегда немного гордости за свою нацию. Поэтому они, разумеется, хотят доказать, что китайская дота самая сильная. Ихоум — одна из старейших китайских дота-организаций. Они всегда были лучшими в соревновательных играх. Особенно они запомнились на Electronic Sports World Cup 2010. Перед этим кубком я думал, ну да, это китайцы, наверняка они хорошо играют, однако насколько хорошо? И затем мы сыграли с Ихоум, которые выиграли тот турнир без единого поражения. Ихоум завершили тот год в титуле лучшей команды в истории доты. Они словно были на абсолютно ином уровне. Например, прямо за ними сидел их менеджер. Он принимал все организационные решения, бегал, делая записи в своей маленькой черной книжке. Насколько я слышал, до них подобного никто не делал. Менеджер Ихоум записывал выбор героев, ввел подготовительную работу. Он был их тренером. Помню, было хорошее интервью, в котором участвовали все лучшие европейские капитаны. Если вы хотите сыграть хорошо, то не стоит приглашать китайские команды, потому что они слишком сильные. Что ж, Ихоум выиграли. Что вы думаете о китайских ребятах? Ну, я никогда не чувствовал такой сильной разницы в уровне игры. Они до невозможного хороши. Их чувство игры, их дисциплина, они контролировали игру. Всю игру. И продолжали делать это все время. Дело в том, что когда мы находимся на международном турнире, когда все зарубежные команды и их менеджеры видят нас, все сразу начинают кричать, Ихоум, Ихоум. Вы представляете, как это завораживает? На самом деле, такова история. Таков обычай. Когда видишь Ихоум, сразу думаешь, идут короли. Во время поездки на The International у меня проходили экзамены. Я расценивал их как жертву, принесенную мной ради команды и самого себя. И тогда я понял, что когда ты следуешь за своими мечтами, именно тебе решать, стоят ли они жертв. Когда проходят экзамены, занятия пропускать запрещено. Поэтому я сказал ему, решай сам. Начинать игровую карьеру рискованно, очень рискованно. Из-за того, что экзамены проходят во время соревнований, это будет считаться пропуском без уважительной причины. Ведь институт не считает соревнования по доте уважительной причиной. Это своего рода нарушение устава. В университете намеревались лишить его возможности посетить этот турнир. Думаю, эта ситуация стала большим стрессом для семьи. От этого у его матери болит голова, понимаете? Да. Думаю, сейчас нам будет очень тяжело отговорить его. Мы понимаем, что он непоколебим. Иногда, поэтому, когда он сказал мне, что уезжает в августе, я спросил, а как же экзамены? Что ты будешь делать? Думаю, моя мама была уже на пределе, говоря, какой помехой для меня стали игры. У нас состоялся разговор на чистоту, и я поделился с ней своей страстью к игре и тем, как сильно я верил, что у моей команды действительно есть шанс на победу. Название лучшей в мире. Поэтому я обязательно должен был поехать. Именно так я пытался все объяснить своей маме. Пожертвовав многим, чтобы попасть сюда, я твердо уверен в победе нашей команды. Итак, началась фаза драфта. Ихоум выбирает своих героев. Асайф своих. Если сравнивать команды, можно сказать, что Ихоум выглядит довольно спокойно. Асайф, напротив, напряжены. Они собираются вокруг HY и HY и обдумывают выбор. Выберешь плохих героев, проиграешь. Вот что я думаю о доте. От выбора героев зависит многое. Во время драфта два капитана выбирают героев, с которыми хотят играть. Каких хотят видеть в своей команде и не хотят во вражеской. Из более чем сотни героев можно выбрать пятерых, а также забанить четырех других. Это значит, что можно запретить четырех героев, которыми захочется играть противник. Перед любой игрой, перед любым матчем, мы обсуждаем, кого банить и брать, отталкиваясь от того, с кем мы сражаемся. Обычно мы придумываем стратегию на ходу, пытаясь противостоять стратегии противника. На распределение героев уходит довольно много времени. В игре многое зависит от него. Их ООМ — очень опытная команда. На них уже есть план действий на эту игру. Единственное, что поможет им его выполнить, это принятие верных решений. Конкретно в этой игре мы решили, что нужно чем-нибудь их припугнуть. И последним героем Сайф берут Тини. Сайф приняли довольно интересное решение. Из-за него кардинально поменяется расстановка на линиях. Когда у вас есть Тини, появляется элемент внезапности. Если противники не поймут, когда именно он впишется лучше всего, то можно серьезно помешать противнику. Он отходит, но нет. HY HY просто разворачивается и размазывает линию. Сразу объясню свою позицию. Их ООМ — они не нубы. Просто Сайф показали отличную игру. Когда за вами наблюдает так много людей, и ты знаешь, что все, сидя дома, смотрят игру, что на тебя взлакают надежды, и что я участвовал, и на кону многое. И сейчас они в состоянии завершить начатое. Тини подбрасывает его, швыряет его, и без проблем добивает. Они спокойно добивают 357. Профит наносит ему последний удар. Вся команда Их ООМ мертва. Это Джи-Джи. Теперь у них вынесут как минимум две казармы. Да, похоже, Их ООМ собираются покинуть игру. У нас есть первый финалист из сетки победителей. Это Сайф. Их ООМ попадают в сетку проигравших. И Сайф завершают эту игру. Да, один миллион — это... Ну, один миллион. Это много. Так я покажу, что потраченное на игру время стоило того. Не думал, что курение мне поможет. Когда ты начал курить? Ну, года два назад. Плохая идея. Странное совпадение, что тогда же ты расстался со своей девушкой. На довольно неприятной ноте. Похоже, она уже живет своей жизнью. Тогда, когда она тоже играла, было чувство, что у нас есть что-то общее. Да, но сейчас, я думаю... Думаю, она следит за турниром, но... Ну, возможно, масштабы турнира огромны. Ну, я надеюсь, я смогу позвонить ей. Наконец, я смогу хоть что-то рассказать ей с гордостью. Наконец-то. Когда играешь с русскими или украинцами, их действия невозможно предугадать. Я понятия не имел, о чем думали русские. Это было их лучшим оружием. Ну, мы веселимся. Мы стараемся расслабиться. Мы пытаемся запугать наших противников. Игры разума, игры разума. Я отключаю свой мозг, когда что-то может меня испугать. В нем меня действительно восхищает то, что... Несмотря на непростую жизнь, он никогда не вешает нос. Он всегда такой веселый. Когда он впервые появился на сцене событий Доты, он выглядел как 12-летний мальчик. Все спрашивали, что это за ребенок? Его невозможно было воспринимать всерьез. А затем он уничтожал вас в игре. Как-то я видела, показали даже где-то в интернете, как он работает с клавиатурой. И это действительно завораживает. Я думаю, что Данилу, может быть, и где-то пригодилась его игра на фортепиано. Потому что руки у него совершенно потрясающие. Он делает очень уникальные ходы. Я думаю, они уникальны и могут принести победу. Но он хочет полностью полагаться на мастерство. Он хочет поединок с врагом. Хочет убивать чисто своим умением и только. Он хочет выиграть игру. Его недостаток в том, что он нетерпелив. Он жаждет совершить свои ходы. В играх он может самую малость перебарщивать с глупостью. Он испробует новые разные варианты. В командных драках он может переоценить свои силы, надеясь совершить убийство. Его нетерпеливость может зайти слишком далеко и принести нам поражение. О, сейчас прилезет профит. Похоже, они прольют первую кровь. Рядом с Аншенк его окружили деревьями. Возможно, они совершат два убийства. Дэнди попадает своей ультой. Дэнди, Дэнди, нет, нет, он не может. Дэнди есть Дэнди. Начинает с Хекса, а потом замораживает его Колснепом. Вивер может умереть. Использует таймлаб, чтобы выбраться. Дэнди делает телепортацию назад в безопасную зону. Команда IG пишет GG. В этой игре Нави побеждают. Финалисты сетки победителей Нави и Сайф. Большинство команд с большим числом фанатов однонациональны. Но члены нашей команды собраны со всего мира. Ему и правда немного тяжелее, чем нам. Потому что его не поддерживают так, как нас. Уговорить семью дать мне добро на игровую карьеру было сложнее всего в моей жизни. Особенно тяжело, когда в начале еще нет результатов. Но ты знаешь, что у тебя светлое будущее. И ты вкладываешь много времени. А тебе твердят, может, стоит найти настоящую работу? Я родился в Ланкастере, укроп Лос-Анджелес, Калифорния. Я жил там с папой и мамой. Когда мне было примерно два года, мой отец бросил маму. Он ничего не сказал. Просто... просто собрал вещи и ушел. Ей приходилось воспитывать нас обоих и успевать учиться в юридической школе. Все было нелегко, потому что после обучения работ не было, а за обучение нужно было платить. Но работа нашлась, и мы переехали сюда. С тех пор я воспитывала их в одиночку. Этот альбом я сделала для Клинтона. Он рос, и фотографий становилось все больше. Мои сыновья очень любят спорт, и они хотели ходить во множество секций, поэтому пришлось их ограничивать. Они могли выбрать два вида спорта за сезон. Это был максимум, как в плане возможности возить их на занятия, так и в возможности посещать их соревнования. Это было непросто. Тут Клинтон сидит на коленях своего брата в костюме Санты. Мой брат злится на отца больше, чем я. Он думает о нем. Он огорчается. А я просто веду себя так, как будто его и не было. Тут уже Клинтон начал играть на компьютере. Но он сидел дома и, знаете, все время играл на профессиональном уровне, команде, со спонсором, ну и все такое. Но думаю, тогда это и стало действовать его маминам нервы. У меня безумный режим сна. Поскольку я в европейской команде, иногда мне приходится засиживаться допоздна или вставать посреди ночи. Так что обычный распорядок для меня не так уж и обычен. Когда он не спал, не спала и наша собака. Из-за этого большинство ночей она бодрствовала. И из-за этого возросло напряжение. Знаете, это продолжалось годами. Однажды мне просто пришлось сказать ему, знаешь что, тебе нужно жить отдельно. Проще говоря, из-за игровой карьеры меня выгнали из дома. Когда Клинтон только переехал сюда, он стал искать стол, но в комнате было пусто. На улице стояли вещи, которые я хотел отвезти на помойку. И Клинтон вернулся оттуда с этим зеленым столом и сказал, он идеален. У меня не было монитора, так что я пошел к другу и одолжил его лишний монитор. Потом я поставил его на эти две книги, чтобы хоть как-то видеть экран. У меня тут все как в трущобах. Но когда я езжу на соревнования, моя игра на хороших компьютерах вряд ли как-то меняется. Клинтон — это Рокки Бальбоа Мира Доте. Он точно один из первых хороших американских игроков. И честно говоря, я и не знал, насколько он хорош. Тогда на американской сцене было мало хороших игроков. И эфир внушал уважение всем. Многие из моих знакомых ушли из игры. Для них это прошлое. Но я не ушел и со временем стал одним из старичков. Его опыт игры и перевязанность к ней показывают, что он не сдается. Я рос без отца, и я думаю, что отсутствие примера мужского поведения и отсутствие отца, который мог бы помочь, думаю, именно это и сделало меня тем, кем я являюсь. Я просто слежу, чтобы в команде все было в порядке. Думаю, я стал для нее кем-то вроде отца. Он был капитаном и, разумеется, чувствовал на себе ответственность. Он как бы был моим наставником. Однажды он сказал мне, что если я хочу с кем-то поговорить, он всегда меня выслушает. Но для меня он как брат по доте. Я никогда не считал, что я лучше других. Я всегда готов помочь новеньким. Примерно такую же роль я выполняю и в игре. Помогаю игрокам стать на ноги. Именно эфир помог мне попасть в эту тусовку. Самому пробиться туда очень сложно. Когда-то я был кем-то вроде его фаната. Знаете, смотрел его игры, ну и не только. И он дал мне шанс сыграть на высоком уровне. Без его помощи меня бы тут не было. Я в этом уверен. Выходя на игру, мы все думали, МЮФС были не слишком-то хороши, но если проиграем сейчас, не выиграем ничего, так что риск довольно высок. 37-я минута. МЮФС удерживает преимущество почти в 7 тысяч золота. Ближе к концу матча мы сделали несколько ошибок, которые вывели наших героев из игры. И они решили собраться в пятером и снести наш трон. Скорее всего, они просто пойдут на пролом к базе. Они хотят увидеть Джи-Джи. Здания больше не защищены. Мы чуть не потеряли трон. У него осталось меньше 20% здоровья. И онлайн-киндом так близкий к вылету с турнира. Нужно было что-то делать. Ладно, я иду первый, я инициирую. Я вышел вперед, и все набросились на меня. Они на трон, и это хорошо. И снова Сильвер Кросс. Фир пытается отступить. Его превратили в свинью. Да как он еще не умер? Давай, давай, давай. Они отражают атаку на UFC. Мы повернули игру вспять, убив всех их героев. Потом начали наступать. Сильвер Кросс погибает. Морфинг. Он уже не в игре. Верхние бараки падают. MUFC уже не могут ничего изменить. И онлайн-киндом побеждают MUFC. Вся наша команда просто сошла с ума. Фир привел онлайн-киндом к невозможному. Я никогда не видел ничего подобного. Оставайтесь с нами. Скоро мы вернемся и покажем вам еще больше потрясающей доты. Сайф. Победители ESWC 2008 года. Одна из лучших азиатских команд. Но мы их не боимся. Мы примем бой. Не знаю, как остальные, но я совсем не чувствую страха. Мне хочется сокрушить своего врага. Вот что я чувствую. Вот и все. Добро пожаловать в финал сетки победителей, где Сайф сразятся с Na'Vi. Победитель проходит в гранд-финал. Все в зале болели за них. Их герои весьма пугали. Нас будто бы подловили. Но так или иначе, нам нужна была эта победа. Нам нужно победить и показать, кто тут главный. Сайф нашли лучших игроков Сингапура. И поместили их в одну команду. Миллион! Na'Vi выглядят спокойно и собрано. Они знают, что им нужно делать. Теперь все зависит от игры. И я бы не сказал, что набор героев Na'Vi непобедим. Они ждут подходящего момента для убийства. Сейчас HY-HY поймают. Теперь на нижней. Его удерживают. Свен оглушен. Свен умирает. Light of Heaven помогает. Но Дэнди наносит последний удар. Na'Vi доминирует. Сейчас Na'Vi снова воспользуется возможностью. Они идут до победного конца. HY-HY первым пишет GG. Na'Vi уже вышли из-за компьютеров. Они на них даже не смотрят. Итак, GG уже написали. Na'Vi в финале, и они будут бороться за миллион долларов. Свайф проигрывают. Они сразятся с победителем сетки проигравших. Сыграв против Na'Vi, мы разуверились в себе. Это действительно выбило нас из колеи. Для меня эта игра была поворотным моментом. Потому что я понял, что можно доверять только себе. Не в том смысле, что доверять людям нельзя. Но, как я уже говорил, единственный, кто никогда тебя не подведет, это ты сам. В мире игры я хотел бы быть первым. Знаете, я просто иду по стопам своей матери. Она много трудилась, чтобы добиться того, что она имеет. И отчасти я хочу пойти по тому же пути. В любом деле я выкладываюсь на полную. У меня никогда не было отца. И если меня что-то волновало... Первый человек, к которому я обращался, это моя мама. Больше всего на мою жизнь повлияла именно она. Когда она возвращается с работы, ей не терпится рассказать, какое сложное дело она выиграла. И когда она рассказывает об очередном деле, меня переполняет гордость. Потому что я знаю, как это важно для нее. Я хочу сказать, что искренне надеюсь, что если я сыграю хорошо и смогу победить, я наконец-то докажу, что я чего-то добился. Победитель этого матча встретится с Е-Хоум. А проигравший покинет турнир. Сейчас и Е-Хоум смотрятся очень уверенно. В поздней игре мы лучше. В плане координации тоже. Все, что нужно было делать, это сдерживать натиск. Омлайн Киндом разделяются. Санта оглушен. И еще раз. Они убьют Виндраннер. Получится. Определенно. 2-0 в пользу Омлайн Киндом. Не лучшее начало для Moscow 5. Но потрясающее для Омлайн Киндом. Мы были очень близки к победе. Но в последней игре наделали ошибок. Нужно врываться прямо сейчас. Четыре героя стоят рядом друг с другом. Да не сейчас же. Из-за нашей многонациональности общаться довольно сложно. Так что, думаю, команда одной национальности имеет преимущество над остальными. Почти получилось. Ну же! Уфир проблемы. Он в связке. Лакок пытается помочь. Кастует ульту. И с того момента все пошло наперекосяк. Они начали побеждать нас. Вскоре они сломали нашу базу и вынесли все бараки. Омлайн Киндом очень нехорошо. Они потеряли троих. Энигма умирает. Вся команда Омлайн Киндом убита. База уничтожена. И Moscow Five будут играть против E-Home. Теперь Омлайн Киндом выбали. А выглядели многообещающе. Фиеры его команды не смогли завершить начатое. А Moscow Five продолжат свой путь. Думаю, вся команда была на нервах. Не знаю, как он тогда чувствовал себя. Некоторые принимают все близко к сердцу и отдают все ради победы. Приятно было осознавать, что мы вошли в первую восьмерку. Но мы ожидали большего. И прошли так далеко только благодаря ФИР. Если вы не прошли так далеко, как хотели бы. Думаю, вы бы просто заплакали или что-то в этом духе. Все мы сильно разочарованы. Но что было, то было. Когда я приеду домой, нужно будет принять важное решение. Подумайте о преимуществах профессиональной игры в Доту. То, сколько я смогу зарабатывать. И сколько времени мне придется вложить. Так что единственный способ сделать это – жить с товарищами по команде в одном месте. И организовать базу для совместных тренировок. Чтобы я точно знал, что все мы в игре. Думаю, для всего есть причина. И когда что-то происходит, нужно выжимать из себя максимум. И продолжать идти к цели. Я хочу сказать, что глубоко внутри понимаю, что рано или поздно у меня все получится. Что до китайских команд, то я думаю, надеюсь, что они выйдут из сетки проигравших. Первые три места наверняка займут Na'Vi, Saif и китайская команда. Но, надеюсь, третий будет и Хоум. На самом деле, я надеюсь, что и Хоум победят. Его превратили в свинью. Им нужно это убийство. Он оглушен. Это же просто хрюшка. И он мертв. 8-2-0 почти мертв. Стан, Эгоцендер. 3-5-7. Два убийства от Вивера. И Хоум теряют, и Ив Сиби. Moscow Five несут потери. Боже мой! В Китае на этой игре можно сделать настоящую карьеру. Мы взволнованы, потому что нам нужна победа. Если мы не выиграем или проиграем иностранцам, китайские фанаты усомнятся в нас. Сейчас ли он его достанет? Он в Хексе. Палец уже использован. Вот и оглушение. У Мэйл большие проблемы. Его ловко подловили. Мания залетает с ультой. Сейчас Китай сражается с остальным миром. Мы просто обязаны выиграть чемпионат. Я уже говорил им, что уйти с турнира можно только с первым местом. Каждый день я говорю им, что это наша цель. Мы обязаны ее достигнуть. Такова традиция. Мы возвращаемся домой только с чемпионскими трофеями. Все остальное мы просто выбросим в аэропорту. Теперь ПЛТ. Помощь на подходе. ФСБ оглушает. Мизери сыграл слишком рискованно. Джи-Джи. Я прямо-таки чувствую, как они хотят победить иностранцев. ПЛТ получает сполна. ФСБ! Как он его в лягушку-то превратил? Мизери умирает. Но когда они смотрят на нашу игру, то чувствуют, что нас не победить. Здесь работает мой отец. Сколько я его помню, он всегда работал логистом в здешней компании. Он занимается тем, что помогает доставлять контейнеры из одного места в другое. Когда я был моложе, он работал, кажется, по 15-16 часов в день. Он, наверное, уже не верит, что может заниматься чем-то другим. Он постоянно твердил, что мне нужно сосредоточиться на жизни, на учебе, чтобы не пойти по его стопам. Он не хочет, чтобы я вкалывал целыми днями, как он. Но шанс того, что ты можешь стать лучшим в мире, такое нечасто случается. Помню, мой сын говорил, что занимается этой копьё, дотой. Он тратит много времени, а взамен ничего. Это очень расстраивает меня. Он не ходит на учёбу, он хочет играть в компьютер, утром он спит, потом играет до следующего утра и снова спит. Проводит за компьютером не меньше 15 часов в день. Его жизнь. Вот такая у моего сына жизнь. Лично я надеюсь, что мой сын будет учиться больше, в отличие от меня. Я не учился. Когда я был помоложе, то был как Хай Йонг, HYHY. Тоже проводил много времени за играми. Но теперь и я жалею, что не учился. Поэтому я надеюсь, что мой сын продолжит учиться. И что он получит лучшее образование, чем я в своё время. Он – моя надежда. Я очень хочу выиграть. Вы готовы ко встрече с Йохоум? Мы сделаем всё, что в наших силах. Думаю, HY совершил хороший выбор. Отличный выбор. Потому что он надеялся победить. Это возможность, которую нельзя упускать. Итак, готовьтесь, входите в аккаунт, разминайтесь, проверяйте всё. И через 4 минуты присоединяйтесь к лобби. Такой шанс выпадает раз в жизни. Упустишь – едва ли он появится вновь. Они встретились снова. Йохоум и Сайф. Йохоум снова встретились с командой, спустившей их в сетку проигравших. Психологическое напряжение просто немысленно, особенно для капитана. Потому что именно он отвечает за выбор героев. Не-не-не-не-не-не-не-не! Не, не говорите нет! Не-не, поверь мне, нет! Погоди-погоди! Скажи мне, ты действительно этого хочешь? Я действительно думаю. Это антимак СФ. Вот что я думаю. Shadow Finn? Ну ладно. Ладно. На нем HY-HY. Каждый знает, как ему противостоять. Сайф сделали очень дерзкий выбор. По сути, если Сайф получат раннее преимущество, их трудно будет остановить. Но если не выйдет, и Хоум просто влетят в гранд-финал. Блэк Кинг Барна HY-HY скоро закончится. Веномансер, отличное попадание. HY-HY мертв. Оставайся в лесу. Он хочет убить Хуайн. Он догоняет его. И убивает. Эй, я же сказал тебе оставаться в лесу. Зачем ты вышел? Оставайся в лесу, я же говорил. Какая ульта? Шестеренки. Чеви хочет прыгнуть, но у него нет маны. Я же говорил. Я же говорил, понимаешь? Да все в порядке, не парься. С такими ультами не обязательно, чтобы противник его видел. Он может просто инициировать. О, вот он! HY-HY не может скастовать ульту. Давай! Давай! Трое уже мертвы. Нет, четверо. Антимаг совершает двойное убийство. Они уже идут к башне. Это GG. HY пишет GG. Сайф получились полна. И Хоум проходят дальше. Надежда китайцев еще жива. Хотя у Na'Vi есть преимущество в одно очко. Для меня было очень важно занять первое место. К тому же, с учебой у меня теперь не совсем гладко. Так что все было связано. Когда на тебя сваливается все сразу, это сложно выдержать. Все изменилось. Поэтому приходится заново планировать свою жизнь с самого начала. Я научился многому. Нужно уметь осознавать свои недостатки. Думаю, это сложнее всего. Я не очень хорошо работаю в одиночку, так что если пытаешься сделать все сам, это просто не получится, понимаете? Вообще, я верю в судьбу. И говорю себе, что победа — это не главное. Потому что на ней жизнь не заканчивается. Забота о людях, которых любишь. Вот что важно. Это очень важно. Это важнее всего. Их лучше снимайте. Так нечестно. Их снимайте. Я только проснулся, так нечестно. Моя прическа все еще диковатое, да? Ну, мне все равно. Хорошо, я готов. Идем. Сегодня последний день. Чемпионат Эдэйн Ту Нэшнелл. Это Нави. У них есть преимущество в одно очко, и в гранд-финале они ощущают себя весьма комфортно. Кто же получит миллион долларов? Нави постоянно использовали одну и ту же стратегию. И, похоже, никто не мог ей противостоять. Нави обожают давить с десятой минуты и пытаются завершить игру на пятнадцатой. Такие стратегии крайне чувствительны, потому что, если ты ошибешься хоть раз, игра может стать очень сложной. Ихом славится умением защищать свою базу. Так что, если кто-то сможет сдержать натиск Нави, то это Ихоум. Перейдем же к игре. Игроки начинают выбирать своих героев. На кону миллион долларов. Нави надо выиграть дважды. Ихоум, трижды. Используя крайне старую стратегию с тремя ключевыми героями. Ихоум сумели сдержать ранний натиск Нави. Все зависит от Дэнди. ПЛТ телепортируется к нему. Дэнди отходит к башне. Но уйдет ли он? Экс, да, вот и он. Три, пять, семь. Веноманцер убивает Дэнди в центре. Каждый раз, когда Дэнди играет, он весьма хорош. И свою линию он обычно не проигрывает. Но Дэнди раздражает то, что китайские команды терпеливы. Они ждут момента, когда ты пересечешь черту. А потом убьют тебя и победят благодаря таким ситуациям. В центре снова проблемы. Он уже замедлен. Три, пять, семь. ПЛТ сейчас все набросились на Дэнди. Он не в том месте. Нави, в свою очередь, просто рисковали. Дэнди застали врасплох. Его просто размазали. И он не получил ни одного убийства. Теперь Нави будут защищаться с базы. Смотри на Артстайл на третьей вышке. Свап от Венги. Артстайл не в том месте. Дым тоже там. Оба включают БКБ. Лайт оф Хевен использует ульту. Но Йохоум, он ничего не сделал. Путч умирает. Они нарываются на драку. Нави надо отступать. Они используют твои неудачи. И с их помощью выигрывают. Нави вынуждены написать «Джи-Джи». Йохоум празднует победу в своей кабинке. Нави не могут в это поверить. До этой игры их было не остановить, и Йохоум одерживает столь уверенную победу в первом матче. Это было первое поражение Нави за весь турнир. Они дошли до гранд-финала непобежденными. Мы берем 15-минутный перерыв и скоро вернемся. Нави нужно взять себя в руки. Йохоум же просто нужно продолжать в том же духе. «Какая игра!» Любой проигрыш меня расстраивает. Мы ставим сюда семейные фотографии. Это наши мама и папа. Думаю, это одна из наших любимых фотографий. В детстве мы жили очень бедно. И отец обеспечивал всю семью. Но он помогал нам с каждой проблемой. Я просто просил его, и он делал все для меня, Кати и Данила. Но Данил и папа были как друзья. Действительно, мой муж был просто фанатичным рыбаком. Данил был, я бы сказала, его самым лучшим учеником по рыбалке. Данил имеет такое же терпение и такую же выдержку, как и его папа. Он мог часами сидеть и смотреть на поплавок, который даже не пытался дергаться. Они могли сидеть и не разговаривать часами, просто наслаждаться компанией друг друга. Они понимали друг друга без слов. Однажды я отправился на рыбалку, но папа так и не пришел. Когда я вернулся домой, было очень поздно. Ему было плохо. Он поехал в больницу. Он решил остаться там на пару недель, чтобы за ним присмотрели и все такое. И рак. Для меня это был очень большой шок, потому что он страшно похудел. Не верилось, что это мой папа. Мы были уверены, что все будет в порядке. Но это продолжалось недолго. Мне было очень грустно. Я очень много плакал. Мне было грустно из-за того, что я много раз не мог сказать ему, как я его любил. Но после того, как папа не стало, он не ездил на рыбалку ни разу. Ни разу. То есть, пока это все осталось в прошлом. Вообще, я проводил много времени за компьютером, потому что я не мог думать об этом. Так я забывался. Это будто было началом чего-то нового. Так я начал играть больше. И, возможно, именно поэтому я играю. Может, я бы не играл вообще. Те дни отношения между Данилом и моей мамой укрепились. Они поддерживали друг друга. И их дружба укрепилась. Думаю, для Данила это очень важно. Знаете, пять лет назад на многие вещи мне было бы наплевать. Теперь я постоянно думаю о них. Что-то сбивает тебя с ног. Но нужно учиться вставать. Так что я пытаюсь научиться этому. Научиться вставать. Это самый важный момент в моей жизни. Потому что все, над чем я работал, не приносило пользы. И теперь у меня появился шанс выиграть этот турнир ради моей семьи. Итак, сейчас и Хоум, и Нави в гранд-финале. Нави только что проиграли одну игру. И счет 1-1. Чтобы выиграть миллион долларов, обеим командам нужно победить дважды. Наши герои отличались от тех, что были раньше, поэтому мы играли пассивно. Люди думали, что раз мы проиграли первую игру, то проиграем и вторую. Возможно, мы были немного деморализованы. Нам точно нужно было сменить стиль игры. Нам чего-то не хватало. А нему мы взяли просто, чтобы у нас был сильный тимфайт. На замес 5 на 5. Это был последний оставшийся герой, и я за него никогда еще не играл. Мы ему говорим, Дэнди, давай вперед. И он такой, ребят, я никогда за него не играл, но я смогу. Таким образом, мы рискнули, выбрав его, и взяли на себя ответственность за возможные последствия. Похоже, на нижней линии будет Дэнди на Энигме. Ох, нелегко же ему там придется. Нави уже проиграли. Они выбрали героев, на которых не чувствуют себя уверенно. И Хоум разгадали Нави. Поняли, как играть против них. Я буду держаться сказанного, и я считаю, что победителями выйдут и Хоум. Дэнди проявил себя невероятно смелым, особенно если учесть, что на кону был миллион долларов. Это очень, очень глупо. Это самоубийственно. Дэнди попался. У него проблемы. Летят ракеты. Эфси-Би заходит под башню. Оглушает. Тинкер добивает его лазером. Это стоило Эфси-Би жизни. Потом мы сделали несколько мелких ошибок. Мы исполняли что-то вроде стратегии черепахи. Играли очень пассивно. Дальше некуда. Обычно мы так не играем. Папи и Дэнди просто хотят отступить. 8-2-0. Вот это фиссура. И ЛТ тут как тут. И ульта. Отличная игра от Ихоум. Но я знаю, что если я умру, то я умру не просто так. Экс-центри. Форс, ракета, лазер. Этого достаточно. Дэнди умирает на центральной линии. Иногда получается так, что ты умираешь. Но твои товарищи получают преимущество. Ихоум все еще хотят снести центральную башню. Они не были готовы к энигме от Дэнди. Он играл терпеливо. Так терпеливо, как не смог бы никто другой. Папи здесь. Дэнди тоже. Ждет подходящего момента для ульты. Блэк Хоу. Тройка из Ихоум умирает. Теперь у Нави есть преимущество. Такой поворот игры вправду впечатляет. Просто нужно, чтобы хватило дерзости. Он боялся проиграть. Вот почему он был терпелив и сделал все правильно. Их стратегия относительно похожа на стратегию Ихоум. Нави разбили их в поздней игре. Думаю, это пошатнуло уверенность Ихоум. И Ихоум пишут GG. Нави побеждают. От миллиона долларов их отделяет всего одна победа. Мы еле-еле выиграли вторую игру. Обычно китайцев боятся в последней игре. Вот и оно. Вызов принят. Ихоум использует на максимум все свои знания, весь свой опыт, все свои решения. Ихоум против Нави. И последним героем Нави берут Пака, довольно шустрого героя. Они снова взяли много агрессивных героев. Нави, Light of Heaven, снова играет за Бестмастера, а Дэнди за Пака. Если Нави победят в этом матче, они выиграют весь турнир. Эту битву титанов вы не захотите пропустить. Экс подходит ближе. Он может убить его. Дум на Дэнди. Экс начинает, а вся команда Ихоум продолжает. Лич умирает. ФСБ убегает. Воск гонится за ним. Этого может не хватить. Нужно больше урона. Шторм. Экс врывается. Дэнди прыгает в сфере наверх. ФСБ. На нем ульт. Сможет ли он убить? Он отступает. Сможет. Дэнди добивает его с руки. Ихоум стягивается вниз. Нави уже на Рошане. Они убивают Рошана пятером. Дэнди. Он выпрыгивает. Ставит ульт. Попадает. Он ловит Ихоум. Он держит их в центре. Нави уже идут от Рошана. Они идут на помощь Дэнди. А потом мы просто взяли и разгромили их. Они уже у третьей башни. Они ее разрушают. Да, она падает. Ихоум отчаянно пытается защищаться. Но Нави продолжают бойню. Башню в центре уже разрушают. Четвертая вышка сейчас рухнет. И Нави мчатся на всех парах. Они мчатся к миллиону долларов. И они его получат. Ихоум пишут G.G. Нави только что выиграли миллион долларов. Ихоум получает второе место и 250 тысяч долларов. Но Нави чемпионы. Такие моменты киберспорта считаются знаковыми. И это один из них. В Кёльне. И Нави победители. Вы, ребята, только что вошли в историю. Я прыгала на диване. И кричала, как сумасшедшая. Потому что я была самой счастливой девушкой на свете. И мой брат только что выиграл миллион долларов. Думаю, через 10 лет все игроки, которых мы сейчас видим, смогут взглянуть в прошлое и сказать, что это стало началом. Все началось именно здесь. Эти ребята усердно трудились. И довольно сильно рисковали. Они зарекомендовали себя. Именно они привели всю индустрию к точке отсчета. Мы смогли показать миру, чем занимаемся. И кто знает, как далеко мы сможем пойти. Мы уже проделали большой путь. Когда все больше людей начнут поддерживать это, и это будет становиться все более обыденным, оно выйдет из тени и будет принято обществом. Думаю, через 15 лет киберспорт будет популярнее футбола, популярнее баскетбола, популярнее всего. Парень, который проводит слишком много времени за играми, вполне возможно находится на пути к ежегодному заработку в 250 тысяч долларов. Он путешествует по миру, он будет получать огромную поддержку. Игровая индустрия – самая большая развлекательная индустрия в мире. Поэтому, если ты звезда, то, вероятнее всего, ты одна из величайших звезд мира. Если так будет, то, учитывая, что все связанное с компьютерами стремительно развивается, за 5 или 10 лет можно далеко пойти. Изменение мышления – это всегда нелегко. Поэтому это займет некоторое время. Когда нынешние игроки станут родителями, они не будут против того, что их дети играют. И тогда, думаю, произойдет переворот. Единственное, чего в жизни можно достичь без усилий – это неудача. После недели тренировок местный парень смог вывести свою игровую команду на вершину, заняв седьмое место в международном соревновании, проходившем в Германии. Да, она, безусловно, гордится мной. Ну, то есть она достает свой фотоаппарат, и я говорю, «Зачем ты фоткаешь телевизор?» Я знаю, что она, правда, умная. Она адвокат, так что… Но в конце концов, она, думаю, будет относиться с пониманием и будет больше поддерживать меня. Так что все получилось. Мы были разочарованы поражением. И да, это было слиянием счастья и грусти от того, что мы заняли третье место. Из-за всех этих эмоций я понял, что хочу разделить их именно с ней. И только тогда мне стало понятно, что я должен ее вернуть. Но после турнира я поехал обратно, чтобы найти ее и поговорить с ней. И мы снова стали встречаться. И теперь все хорошо. Знаете, я люблю ее. Она приложила очень-очень много усилий, чтобы я стал тем, кто я сегодня есть. Неделю назад у меня было три тысячи подписчиков. Я был счастлив, и вдруг бум, восемь тысяч подписчиков. Дело не в цифрах. Даже если подписчиков единицы, я все равно рад. На самом деле, не надо хвастаться цифрами, по моему мнению. Думаю, мой отец так и не смог понять, чем Дэнди занимается. Дэнди — миллионер из Дота 2. Мы потеряли его слишком рано. И если бы сейчас он видел Дэнди, я уверена, что он бы гордился своим сыном. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дом... КОНЕЦ 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 КОНЕЦ